Привет, дружище! Сегодня у меня на обзоре продукция компании Aura Sound Equipment. Это овальные динамики, то есть типа размер 6х9 дюймов или 16х24 см. Их в народе еще называют блины. Моделька называется SXB694, максимальная мощность 401 Вт по заявлению производителя. Здесь вот характеристики есть немножко на русском языке. Диффузор из целлюлозы с полимерным покрытием, бутилка, каучуковый черный подвес, полимерный купольный твиттер дюймовый, полимерный среднечастотник 50,8 мм и пьезо-твиттер 3,5 дюйма 15 мм. Черная штампованная корзина, полихлопковая центрирующая шайба, магнитопровод с вентиляционным отверстием, высокотемпературная звуковая катушка 1,25 дюйма 31,75 мм. Вес магнита 510 грамм. В коробке есть установочный шаблон, хороший, кстати, адекватный шаблон с размерами даже. Гарантийный талон и наклейка Aura. Также есть комплект проводов на два динамика, липучки для сеток, чтобы сетки не вываливались. Болты крепежные с гайками, то есть можете жестко прикрутить блины к полке фанерной своей, будет шикарно. Уже не саморезы, а болты с гайками. Это круто. Так, и сами. И сами динамики. Динамик выглядит вот так. Вот так выглядит сетка. Очень похоже, как на 16-х. Тоже такой сверху планочка такая, снизу. Крепится точно так же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть ушей. И нормально все, я думаю. Да, плотно сидит. Я думаю, не вывалится от басухи. Ну, в крайнем случае, есть липучка в комплекте. Все, вроде собрал. Нет, не собрал. Все, собрал. Вот такой вот овал, ребята. Ходит легко. Бутилка-учуковый подвес, плотненький такой, вспененный. Типа, здесь пластиковое кольцо, штампованная резина черного цвета. В принципе, стандартный, я бы сказал, овал бюджетный. Не сильно дорогой. Катушка, на первый взгляд, полтора дюйма у Мидбаса. Ну, у остальных тут, я читал, да? На этот свой конденсатор, на этот свой конденсатор. На этот непонятно тут, есть конденсатор или нет. Сейчас второй достану. Да, что-то есть. Что-то есть. Все-таки запитан. Этот и этот запитан. В общем, это четырехполосная акустическая система, ребята. Как заявлено нам. На каждый элемент, высокочастотный, среднечастотный, на все есть свой фильтр. Первого порядка, 6 дБ на октаву. То есть, получается, это среднечастотник, высокочастотник и самый-самый-самый-самый высокочастотник, который вообще там еле-еле цыкает. Магнит среднего такого размера, 500 грамм там у него, по-моему, в характеристиках, да? Заявка, вес. Собрано неплохо. Подводяшки вклеены в диффузор. Они довольно-таки мягкие, то есть, поддаются такому воздействию легко. То есть, висят в воздухе. Никуда не упираются, ни за что не цепляются. Лопатки разного размера, плюс-минус подписан, хорошо приклепано. Все хорошо проклеено, нигде никаких потеков, жутких перекосов и так далее. Я не вижу. Нигде ничего не цепляет. Так. Ну, здесь наклеечка, аура. В общем, симпатичные такие овалы, на первый взгляд. Сейчас надо будет их послушать, сравнить. Тут тоже небольшое смещение магнита, как обычно, в принципе. Стандартная сборка. Я уже к этому даже не цепляюсь. Ну, судя по количеству компонентов, должны звучать неплохо. Давай послушаем, дружище. Потом скажу свое мнение личное. Кто у нас участвует в тесте? Значит, виновник теста SX-B694. Это Урал АКМ. А здесь АЦВ-ПГ693. Ценовой диапазон, конечно, разный. Но послушать стоит, я думаю, просто хотя бы понять, что за звук. Тем более, что записываю я на студийный микрофон. Посмотрим, как они себя покажут. Давай начнем с классики. Сразу расскажу. Голова 320-й Кенвуд. Усилитель Mosconi Gladden One. Обычная кислота. Порезана 80 Гц вторым порядком. Поверху распущена. Погнали. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Какой-то трек вообще странный на самом деле Что у него там с модуляцией Зачем этот фленджер какой-то непонятный Из левого вправо зачем-то звук бегает Вот накрутили Он меня только смущает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пока.